Дорога не для водителей, а для коммунальщиков. Все лето и до сих пор жители возмущаются ситуацией с ремонта водопроводных сетей на улице Терешковой. Важная транспортная артерия на пороге зимы все еще не приведена в безопасное состояние. Когда все это закончится, выясняла наша корреспондентка. Я же говорю, это просто безобразие, это безответственность прямая. Я говорю, кто должен за это отвечать? А кто будет ответить? Не было дня, чтобы население не обратилось в редакцию на состояние дороги на улице Терешковой. С лета тут частичные перекрытия, конструкции в местах проколов, рабочие на проезжей части. Но уже климатическая зима давно вступила в права. А на дороге до сих пор не обеспечен проезд. И это при том, что ранее в отделе коммунального хозяйства заявляли, что в конце июля завершат работу и все приведут в порядок. Это не безопасно, во-первых. Это не соблюдение правил техники безопасности. Автобусам придется по бордюру ехать. Автобусам приходится выбирать либо двигаться по бордюру, либо выскакивать навстречку. Встречные машины не обязаны пропускать. И мы самим баллонами закидали колодцы, чтобы они туда не угодили. В рамках реализации бюджетной программы по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения подрядчиками строится водопровод номер 22. Берет он начало от насосной второй зоны в районе Бокихана и идет до улицы Терешковой. Это один из оставшихся последних магистральных водоводов. В Караганде их из 1150 километров 132 километра, которые заменены кроме вот этого два здорового водопровода. Вот очень сложно, естественно, идет в застроенную часть города. Он обеспечивает значительную часть потребителей нового города. И частично идет еще и в Актаз помогает. Поэтому его замена чрезвычайно важна. Тем более, что его выстраивает из 800-ки полиэтиленные трубы. Гарантия 50 лет. И самое главное, никаких отложений нет. Говорят, что монтажные работы завершены. На участке провели опрессовку, промывку и хлорирование. Затем начнут переподключение на новую линию потребителей улиц Терешковой и Пригородной. Вот эти ограждения на дороге из-за того, что две недели назад на старой линии произошел порыв. И за ним теперь якобы наблюдают. Сегодня на кольце уже приступили к восстановительным работам. Там под ним камера переключения водопроводных сетей. А оттуда идет уже водопроводы на Терешкову, Балгантау. Частично на предприятиях, которые расположены по Терешковой. Промышленные вот эти вот туда до седьмой магистрали. Ну и, естественно, частный сектор здесь по Пригородной. То есть здесь узел коммуникации. Ждать совершенства восстановления тут не стоит. Хотя бы закопают и разровняют, потому что просаживаться грунт будет еще долго. В целом, говорят, проект реконструкции рассчитан еще на 1-2 года. Стоимость его в 3 миллиарда тенге. В конечном итоге реализация позволит обеспечить качественным водоснабжением более 200 тысяч человек нового города Юго-Востока. По словам Николая Синьковского, они не отставали от графика. Мы даже наоборот обережаем не так, как это нарисовано в проекте. Просто нет возможности. Винни мучу же терпеть.